Уникальная театральная труппа скоро выйдет со спектаклями на подмостке Екатеринбурга. В городе начался кастинг среди тех, кому за. Организаторы, мягко говоря, удивились ажиотажу и сделали вывод, что много среди наших земляков, несостоявшихся актеров и тех, кто просто мечтает о славе под лучами софитов. Рукоплескала Юлия Анашкина. Одела бусы, потому что я буду читать стихотворение. На меня будет смотреть много людей, чтобы быть поярче. Ларисе Николаевне предстоит не просто выход в свет. Она встает на путь к мечте. В свои 66 женщина хочет начать карьеру актрисы. Прихорашивается на кастинг в театральную труппу для тех, кому за 55. Мне всегда нравилось театральное искусство. Я еще в детстве всегда ходила в театральный кружок. Всегда хожу в театры, на концерты, на спектакли. Это вообще уникальная возможность. Когда я вчера на остановку увидела это объявление, вот я прямо в этот же день позвонила. Вот видите, оказалось, что прямо сегодня было приглашение прийти туда. Первый театр для пенсионеров в Екатеринбурге решили создать, чтобы пожилые люди поняли, на пенсии жизнь только начинается. Давние мечты о сцене на кастинг привели больше 40 человек. Светлана Лазаревна пыталась попасть на подмостки еще школьницей, но не получилось. А этот отбор словно подарок судьбы. Вот сколько лет я живу, столько лет я мечтала играть на сцене. Ну, как говорят мои хорошие знакомые, которые немного связаны с негативом, просто погибла характерная актерская. Я иногда зашла из страневской сроки. Однако в основной состав трупа попадут лишь 30 самых артистичных. На то, чтобы произвести впечатление на жюри, у актеров есть всего 10 минут. Они по ролям читают Пушкина. Как бы я была царица, говорит одна девица, то на весь крещеный пир приготовила бы мир. Впрочем, играть женщинам пришлось не только цариц, но и царя. Ведь мужчин всего три, зато какие. Хочется продолжить свою пирческую деятельность. Я проработал в театре мускомедии последние 20 лет, и поэтому сейчас уже не работаю. Пришел сюда посмотреть, что будет. Там было написано в интернете, что музыкальный театр якобы будет. Я из-за этого пришел. Тех, кто пройдет отбор, ждет упорная работа над собой. Прежде чем стать актером, нужно многому научиться. Начинающих артистов отдадут в руки профессиональным. Обучать будет ираторскому мастерству, актерскому мастерству, умение держаться на публике, выступать. За три месяца пройдут курс наш и поставят спектакль. Теперь пенсионеры ждут, не дождутся результатов отбора. Они станут известны через неделю. Первым спектаклем, который покажет театр пенсионеров, станет Ромео и Джульетта. На Шекспира пожилые актеры замахнулись по собственному желанию. Премьера уже в октябре. Увидеть выступление труппы пенсионеров горожане смогут на театральных площадках Екатеринбурга. Кроме того, бабушки и дедушки будут устраивать для своих зрителей настоящий театр сороковых. По старинке показывают спектакли прямо на улице во дворах. Юлия Анашкина, Александр Кожеватов. Главные новости Екатеринбурга.